Художник Микола Пехов у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что сразу с Киева и сразу же к нам в студию. Итак, что мы сегодня анонсируем, а перед тем, как проанонсируем, хотелось бы поговорить про Айвана Бугу, выставку, которая, как оказалось, не только для Николаевцев была выставлена, но теперь уже и путешествует по Украине. Анонсировать будем выставку, которая 2 июня откроется. Эта выставка называется «Чемоданчик», выставка акварели, которую я на юге Украины писал, попутешествовал. Это, собственно, выставка, которая будет. А та выставка, которая сейчас проходит, это Киевская область, Переяслав-Хмельницкий, выставка объединения юга Украины, а именно Николаевской области, выставка Ивана Бугу. А по поводу самой выставки, как удалось вывести из рамки Николаева эту выставку? Кто помогал? Ну, помогли, значит, друзья-художники. Это Саша Сусь, тот, который у вас в гостях был, и Роман Матузоков. Это местные художники. Мы с ребятами скооперировались, отправляли работы и с Каменца Подольского, и с Николаева, и с Киева. Собрались, ну, выставка в целом на хорошем уровне прошла, и довольно-таки теплая вообще, хорошая открытка. Старт выставки, насколько я понимаю, был 6-го числа мая месяца этого, скоро уже она там завершается, куда-то еще перевозите работы или уже в Николаев? Пока нет, сейчас лето. Летом, в основном, ну, выставочная деятельность не сильно, вот, ну, допустим, там море, да, и то, что, собственно, вот второго будет, оно, ну, более актуально летом. Вот, больше выставочная деятельность так разворачивается осенью. Угу. Если мы говорим все-таки о Николаеве, потому что переосновительные дни, каждый сможет поехать сейчас, второго числа следующего месяца, который уже не за горами, открывается в Николаеве выставка, и с интересным названием «Чемоданчик». Почему такое название? Объект я уже вижу. Объект – это, собственно, объект, с которым можно просто сесть и поехать, и не писать ничего, то есть сложить вещи, можно прохладительные напитки сложить, вот, и отдыхать себе на пляже. Ну, у меня зачастую так получается, что, ну, всегда беру либо блокнот, либо акварель, вот, а для акварели, ну, что надо, воды. Зачерпнул воды в реке или в море, и сидишь себе пишешь. Так и получилась, собственно, эта выставка, это большая часть прошлого лета, это Лазурная, это Счастливцево на Арабатской стрелке, вот, там, первый раз, кстати, был на Азовском море, на своем родном море, только на материковой Украине. Вот. И Николаев весна, 17-й год, вот, перед этим приезжал на неделю, пописал в яхт-клубе, пописал на Потемкинской, и, может быть, чуть-чуть разбавлю, добавлю чего-нибудь еще, вот, такого теплого, потому что был в Трусковце, может быть, одну или две акварели выставлю. В общем, интересует еще один вопрос, что в чемоданчике у художника, потому что художник-то расписал, что там только прохладительные напитки, но, может, там и горячительные, мы сейчас узнаем. Прохладительные, они же и горячительные иногда. Так, что у нас там, вот, видите, открывается черный ящик, и там акварели. А еще самое главное, чтобы деньги были. Вот так. Потому что вещей... Заначку мы не знаем. Вещей может быть мало. А вот и сами работы. Вот я покажу лазурное, то, которое я не сбрасывал вообще в интернет, та работа, которая будет, но это все будет вот в течение двух дней оформляться. И покажу, покажу, покажу. Та, которая на фишке акварель, это причал в Херсоне. Вот так, да, же Херсон? А что-то Николаевское есть с собой? Да, да, да. Сейчас покажу, покажу. Так, есть. Вот так, видите, не все показывает. Чтобы была интрига, 2-го часа, между прочим, друзья, у вас есть возможность в галерийной спаской 45, у 18.00 будет открыть, открытие выставки. Так что мы сейчас видим, это уже Николаев. Да, это Николаев, это Потемкинское пересечение Советской. Вот, желтый трамвайчик. Вот так, друзья, видите, есть и такой вариант. Так, у нас уже тут фанаты влетают в студию, уже хотят посмотреть работы поближе. А если говорить о самом открытии в 18.00, что ты готовишь еще из сюрпризов, скажем так, для Адуси? Да, из сюрпризов особо ничего не готовлю. Готовлю просто сам себя, чтобы быть в хорошем настроении. И понятно, что буду на открытии с чемоданчиком. Так что, друзья, приходим 2-го числа. Еще раз напоминаю, в галерее инспаской 45, Николай Прехов будет показывать свои работы. Выставка так и называется, чемоданчик. Если у вас есть свой чемоданчик, переносите, разукрасим, поможем, все сделаем. Спасибо большое за визит сегодня в студию. Нагадаю еще раз, что вы сегодня спілкувалися стосовно выставки «Чемоданчик» с художником Миколой Плеховым.